Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня первый обзор, который я привез из Берлина, и за эту поездку надо в первую очередь поблагодарить моих замечательных подписчиков на платформах Boosty и Patreon. Подписывайтесь на канал Сумерки Богов на Boosty и Patreon, и вы будете видеть все обзоры целиком и с музыкальными примерами, а также сможете задать вопросы о жизни музыкального театра, которые вы не зададите никакому другому блогеру или журналисту. Уже 12 лет назад состоялся дебют на берлинской оперной сцене российского театрального режиссера Кирилла Серебренникова. Это вообще был один из первых его оперных проектов. Он и в России, так к тому времени поставил всего пару оперных спектаклей «Фальстафа Верди» в Мариинке, «Золотого петушка» римского Корсакова в Большом. Тогда это была опера современная, мировая премьера, называлась «Американская Лулу» композитора Ольги Нойверт. Потом у него был очень удачный севильский цирюльник «Рассини» здесь же в 16-м году. А за минувшие годы в жизни и судьбе Серебренникова очень многое изменилось. Он успел создать одно из самых привлекательных для многих театральных пространств в Москве, получить обвинения в крупных растратах, посидеть под домашним арестом, и, конечно, создать множество оперных спектаклей, в том числе в театрах Гамбурга, Цюриха, Вены, Парижа, Мюнхена. Я рассказывал обо всех этих постановках, среди которых были как удачные, вроде «Так поступают все женщины Моцарта в Цюрихе» или «Носа в Мюнхене», так и откровенно слабые, рассчитывающие на актуальность политической повестки, которая к операм этим на самом деле никак не относилась. К таким спектаклям я отношу Набука Верди в Гамбурге, посвященном теме сирийских беженцев, тогда это было актуально, и совсем недавнего Луенгрина Вагнера в Париже, которому режиссер просто присобачил войну, существовавшую у Вагнера далеко на заднем плане. Но новое руководство комишопер в Берлине, которое сменило Барри Коски, решило, что именно таких ярких режиссеров, как Серебренников, им теперь и не хватает. Казалось бы, после Парижской оперы, Венской и Баварской государственных опер, вот это уровень, которому Серебренников давно тянулся, Третий Берлинский театр – не самый правильный выбор. Но другие театры, скажем, не предлагали российскому режиссеру поставить сразу весь триптих Моцарта до Понты. Поэтому в прошлом году Кирилл перенес в Берлин «Так поступают все женщины из Цюриха», в будущем сезоне объявлено уже поставить Дон Жуана, а в конце апреля именно здесь состоялась премьера «Свадьбы Фигара». Добавим, что сейчас театр комишопера играет на сцене Шиллер театра, только на время реконструкции. И эта сцена для многих, в том числе и для меня, овеяна, также воспоминаниями об удачных постановках Берлинской государственной оперы, которую также использовала Шиллер театр во время своей реконструкции. И невозможно отделаться от воспоминаний о триумфе Аниты Рачвилишвили в партии Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, а потом и об удачных дебютах в его же парсе Фоли Вагнера Андреаса Шагера и Ани Кампе. Конечно, годы идут уже, Рачвилишвили никак не может вернуться на сцену, Кампе и Шагер чаще разочаровывают, но ничего не поделаешь, дух высокопрофессиональных спектаклей еще витает над этой запасной берлинской сценой. Полностью это видео с музыкальными фрагментами можно посмотреть на сайтах Бусти и Патреон. Все ссылки вы найдете в описании этого видео внизу. Подписывайтесь прямо сейчас. Книги Вадима Журавлева, Дмитрий Черняков, Герой оперного времени, Конец прекрасной эпохи, Краткий курс оперного безумия, Хроника оперы, Лихие девяностые, И век Зальцбургского фестиваля можно купить на сайте Ридера в бумажной и электронной версиях, а на сайте Литрес и Амазон в электронной версии. Книги также есть в продаже в сети книжных магазинов «Читай город» и в книжном магазине «Москва». Помните, книга – лучший подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова